Всем привет! Сегодня четверг, 14 сентября. В эфире программа «Правила игры» на канале Ходорковский лайф. Спасибо вам, что нас смотрите. Если вы хотите нас поддержать, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Сегодня рад вам представить своего гостя. Это психолог, общественный деятель, политик Леонид Гозман. Рад вас видеть, Леонид Яковлевич. Взаимно. Начнем с новостей о Путине, к сожалению. Путин съездил на Восточноэкономический форум. Там он прокомментировал отъезд Анатолия Чубайса и почему-то назвал его Маше Израилевичем. Вот как вам кажется, почему в речах и выступлениях Владимира Путина все чаще появляется еврейская тема? Ну, потому что они антисемиты. Они в разной степени антисемиты. Каждый из них, конечно, имеют в виду начальство. Но вообще в их среде, в среде спецслужб, они в основном оттуда, в среде военных, в среде дипломатической, антисемитизм довольно распространен. Но дело не только в этом, дело еще в двух вещах. Во-первых, тот фашистский режим, фашистское государство, который выстроил Владимир Путин, оно нуждается в таких ясно обозначаемых внутренних врагах. И евреи в этом смысле хорошо. Кроме того, оно ненавидит тех, кто внестроен, кто ходит нестроен. Поэтому они наезжают на комсексуал, трансгендеров, феминисток. Вообще на всех. На всех, кто не в строю. На всех, кто не хочет ввести грудь четвертого справа. Стереотип еврея в этом смысле не всегда оправданный, разумеется, евреи разные бывают. Но стереотип еврея – это человек, который умный, интеллектуальный, книжки читает, упертый интеллектуально, ну и так далее. И тоже, в общем, хороший враг. Поэтому фашистские режимы без антисемитизма, в общем, пока еще, по-моему, не встречались. Ну и кроме того, есть еще один очень важный факт. Владимир Владимирович перестал себя контролировать. Он, живя так долго в ситуации, когда на любое его слово аплодисменты и говорят «Вы великий король, ваше величество», он, и живя в одиночестве фактически, он, не имея нормальных обратных связей, он перестал делать то, что делает любой из нас. У каждого из нас есть мысли, чувства, которые нас не красят. Но у нас хватает, у большинства из нас хватает разума эти чувства контролировать, эти слова не высказывать и так далее. Мало есть людей, у которых нет предрассудков разнообразных, но они их не высказывают. А Путин их просто высказывает. То есть это такая деградация. Он какой есть, каким себя представляет. Что хочет, то и говорит. Ну, вот так. Да, конкретно Маша Израилевич, я думаю, знаешь, что произошло? Я думаю, что это чья-нибудь шутка, которую он воспринял всерьез. Ему кто-нибудь из халуев показал фотографию Чубайса и сказал, ну, а он же вообще теперь Маша Израилевич. Пошутил так тонко, понимаете. А Владимир Владимирович решил, что это правда. Я так думаю. И зал так радовался. Самое ведь омерзительное – это не Путин. Это зал, который ему подхихикивает, аплодирует. Правильно я понимаю, что в данном случае столкнулись и бытовой антисемитизм Владимира Путина, который, наконец, прорвался, прорывается наружу на наших глазах. До этого он как-то публично подобным образом много лет не высказывался, кажется. А с другой стороны, антисемитизм становится частью государственной идеологии как будто. Ну, такое необходимое часть. Необходимое часть. Я вообще думаю, что пока Путин власти будет только хуже по всем параметрам. Но с точки зрения антисемитизма тоже и оставшимся еще в России евреям будет невесело. Можно ли здесь провести параллель с поздним Иосифом Сталином? Что Путин косплеит Сталина, поэтому антисемитизм в какой-то… Ну, это было неизбежно в какой-то степени. Вы знаете, я не думаю, что Путин косплеил Сталина. Путин делает так, как он считает нужным, понимаете. То, что какие-то есть совпадения, но есть совпадения. Не то, что вот он, знаете, я себя под Сталином чищу. Вот нет, ничего подобного. Мне кажется, ничего подобного нет. И вообще режим путинский не похож на сталинский режим на самом деле. Хотя есть много совпадающего, как и с гитлеровским режимом. Но это разное. Значит, я думаю, что антисемитизм сталинского периода, последних лет Сталина, имел другие корни, значит, совершенно другие корни, чем те, которые имеют антисемитизм путинского режима. А в чем различие? Можете объяснить? Сейчас сформулировать. Да, ну я попробую, хотя это, в общем, долгие рассуждения. Понимаете, в чем дело? Если Сергей Сырёнович как бы на пике своем устроил террор, жертвой которого мог стать любой человек, вообще любой. Вот, допустим, компания троцкистов. И троцкистом мог быть и профессор университета, и сторож колхоза, и кто угодно, и 80-летний человек, и 20-летний человек там и так далее. Вот, я всегда участвовал в этой прекрасной акции мемориала «Возвращение имен», и вот это, конечно, ужасно, когда ты читаешь, там, понимаешь, там, зам наркома, там, чего-то, да, студентка филармонии, 18 лет, там, ну и так далее. Вот любой мог стать жертвой этого режима. И это не случайно, потому что если любой может стать, то любой должен бояться, а чтобы не бояться, надо полюбить источник зла. Ну, это долгий разговор, но это, в общем, давняя психологическая такая, как бы, схема понятная, которая во многих случаях встречается, и в детско-родительских отношениях часто, и в политике, и в политике тоже. А когда он перешел, я имею в виду Великого, что я считаю, перешел на, так сказать, антисемитизм уже, да, то он тем самым объявил врагами конкретных, конкретную группу, а остальные могли не бояться. Понимаете? Это, на самом деле, был переход от тоталитарного режима к авторитарному. То есть он и Гитлер, в общем-то, шли навстречу друг другу. И вот гитлеровский режим не был тоталитарным режимом, вначале, по крайней мере, он был авторитарным. А сталинский был тоталитарным, но дальше они вот двигались навстречу друг другу. Ну, так получилось. Хотел задать вам вопрос по поводу Анатолия Чубайса, уж коль скоро о нем зашла речь. Вы работали с ним, вы были его советником долгое время. Насколько для вас... Как вы для себя объясняете, почему Чубайс так долго оставался в команде Путина, почему уехал только в 22-м году? И почему все-таки уехал? Значит, вы знаете что? Кроме того, что я работал с Анатолием Борисовичем 20 лет в ежедневном режиме, мы с ним друзья. И мы давно не работаем вместе, но друзьями мы остались. Поэтому я стараюсь друзей не комментировать. Но вот так вот то, что я знаю как бы именно по совместной работе, это человек, для которого всегда интересы страны, как он их понимал, были самым главным, были важнее того, что о нем подумают, что ему нравится, что ему не нравится, и так далее. Я полагаю, что он из этого и исходил. Ну, наверное, в какой-то момент он решил, что все, больше нельзя. Ясно, что Путин ему этого не простил. Нужно ли Чубайсу сейчас опасаться мести со стороны Путина? Ну, я бы не хотел комментировать конкретный кейс Чубайса в этом случае, но я думаю, что всем публичным противникам Путина надо его опасаться. Опасаться. Всем. Он, по-моему, очень мстительный человек. Вот. И, в общем, ну, я думаю, что каждый под ударом. Воспринимает ли он действия Чубайса как предательство? Вы знаете, вот эта вот тонкая грань, которая есть, которую все обсуждают, что Путин никогда не прощает именно предательство своих. Вот действия Чубайса он именно так трактует для себя? Как вы считаете? Я не имел удовольствия обсуждать с Владимиром Владимировичем, как вы понимаете. Вот. Но я думаю, что да. У меня нет никакой информации, но я думаю, что... Хорошо. Еще один ваш коллега, можно сказать, соратник когда-то в прошлом по партии Союз правых сил хотел с вами его обсудить. Сергей Кириенко. Вот вы для себя его метаморфозу как объясняете? Что с ним произошло за эти 20 с чем-то лет? А нет никакой метаморфозы. Нет никакой метаморфозы. Сергей Владимирович исключительно талантливый организатор, исключительно талантливый. И он решает те задачи, которые перед ним стоят. Перед ним была задача управления фракцией Союза правых сил. Он с этой задачей очень хорошо справлялся. Очень хорошо справлялся. Фракция состояла из очень разных частей. Она была очень сложной. Из нее никто не уходил. Там была фракционная дисциплина. Многие были друг другом недовольны. А фракция существовала. А фракция работала как единое целое. А потом у него другие задачи. Сейчас у него другая задача. Он ставит памятники на оккупированных землях. Я думаю, что до того, как я с ним познакомился, когда он был со старом обкома Нижегородского обкома комсомола, он также успешно решал те задачи, которые перед ним стояли. Никакой метаморфозы я не вижу. Вы знаете, когда Кириенко пришел из Росатома в Кремль в 16-м году, вы, комментируя его назначение в «Новой газете» и «На дожде», по-моему, сказали, что вы считаете Кириенко порядочным человеком. Сейчас все-таки изменилось ваше отношение? Изменилось. То есть метаморфоза все-таки была какая-то, произошла, да? Нет, нет, нет. По-везду, я ошибался. Вы для себя это как объяснили? Что вот это ваша ошибка? Или действительно человек не меняется? Человек по имени Сергей Кириенко, он вот перманентно существует, как он существовал раньше? Он тот же самый? Ну, вы знаете, каждый из нас, один из моих учителей покойный, говорил, что у нас есть потенциал объектности, потенциал субъектности. Потенциал объектности – это когда мы отражаем меняющуюся внешнюю среду, потенциал субъектности – когда мы остаемся самим собой, да? И у нормального человека должно быть и то, и то. Он должен отражать внешнюю среду и как-то менять свое поведение в зависимости от изменений среды, ну иначе, ну как бы, стало холодно, надо одеться, да? Вот, например, да? В то же время надо понимать, что ты там, я не знаю, раздетый, ты одетый, это тот же самый человек, да? Вот, я думаю, что, ну, у Сергея Владимировича тоже, разумеется, это есть, тоже, разумеется, это есть, но я думаю, что я, ну, черт его знает. Понимаете, поскольку он человек умный, умный и сложный, я категорически не отобряю того, что он делает, ну, как вы догадываетесь, наверное, да? Просто категорически. Но я в последний раз с ним говорил лет 15-16 назад, 15, 15 назад, это был разговор такой, ну, знаете, там, за столом, компания сидела там и так далее. Мы там собирались и праздновали там историю. Вот, а так вот, один на один, я с ним говорил всего-то, по-моему, один или два раза, и было это, и было это и вовсе лет 20 назад, да? Поэтому я, если бы я мог с ним поговорить, если бы я думал, что он со мной откровенен, в чем я совершенно не уверен, конечно, мне было бы интересно, в чем он себя думает. Вот, в чем он себя думает. Вот, вот, как он открывал памятник этой самой бабушке с флагом, что он чувствует, когда управляют тем, что у нас называются выборы, и так далее. Вот. Я не исключаю того, что он видит в этом какой-то высший смысл. Я думаю, что, объясняя это себе, вот, 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 я думаю, что вряд ли он действует, ну, или, по крайней мере, вряд ли он объясняет себе свои действия какими-то примитивными мотивами. Ну, там, не знаю, денег заработать еще, там, ребенка пристроить, власть сохранить, там, и так далее. Я думаю, что у него мотивы какие-то более сложные. А вот эта мысль, что у него более сложные мотивы, не отменяет того факта, что я категорически не одобряю то, что он делает. Но вам интересно было бы с ним поговорить... Он творит зло. Он творит зло. Но вам интересно было бы с ним поговорить, выяснить эти мотивы, наверное, в том числе как психологу профессиональному. Ну, понимаете, что значит как психологу? Мы неразделимы. Я себя чувствую психологом всегда, а не тогда, когда работаю. Мне было бы интересно, как мне. Мне было бы интересно. Этот человек мне действительно интересен, просто потому что он человек незаурядный. Я видел, что он справлялся со многими задачами, которые я тоже считал правильными. Допустим, что фракция хорошо работала, я считал правильным. Он сделал так, что фракция хорошо работала, мне кажется. Второе, еще раз, это никак не отменяет, пожалуйста, прошу не интерпретировать мои слова, как одобрение того, что делает Сергей Владимирович. Я категорически не одобряю. Я считаю, что он принимает участие в разрушении, в уничтожении не только Украины, но и нашей с вами страны. Конечно, конечно. Я думаю, что здесь вряд ли есть простор для других трактовок. Возвращаясь к Чубайсу, хотелось бы с вами обсудить, как вы считаете, почему так мало единиц, наверное, чиновников следует его примеру, бегут из стороны, бегут от Путина? Ну, потому что, потому что, потому что людей, сравнимых с ним по масштабу личности в российской иерархии либо нет, либо очень мало. Масштаб личности, что вы подразумеваете? Смелость? Храбрость? Я все подозреваю. И смелость, конечно. И смелость, и ответственность, и, не знаю, патриотизм, если хотите. Вот. Это испорченное слово. Но кто-то очень хорошо сказал, что патриотизм измеряется мерой стыда, который ты переживаешь, когда видишь мерзости и преступления, совершаемые твоей стороной. Почему? Тогда следующий вопрос. Почему он ждал 22-го года? Спросите его. Постараюсь. Если будет такая возможность. Давайте. Возвращаемся к Владимиру Путину. И, опять же, вспоминаю, что вы психолог. Вот вы, как кандидат психологических наук и политик, общественный деятель, вы давно наблюдаете за Путиным. События этого лета, мятеж Пригожина, реакция на него со стороны Кремля и Владимира Путина, смерть Пригожина, что-то вам новое рассказали о личности Владимира Путина? Надо подумать, что словосочетание кандидат наук настолько же смешное, как словосочетание общественный деятель. Вот, по-моему, не было. Ну, ладно. Значит, вы знаете, что для меня было нового? Для меня было новое, девящее. Одна, не касается Владимира Путина, а касается построенного им государства. Его никто не защищал. Вообще никто. Ни армия, ни спецслужба. Вот вообще никто. Это, конечно, интересно и радостно. Вот. А второе, начало самого Владимира Владимировича, я понимал, что он человек, мягко говоря, несмелый. Это много раз проявлялось. Много раз проявлялось. но такой испуг был для меня неожиданным, честно говоря. Ну, просто полная потеря контроля над собой. Ну, вот просто полная совершенно. Вот. Это, конечно, поразительно. Это поразительно. Он потому и убил Пригожина потом. И убил вот так демонстративно, как говорят, общественно опасным способом. Ну, ведь самолет мог и на дом упасть, правда, обломки им. И, ну, не говорят, что были убиты еще люди, кроме Пригожина. Он потому и убил его таким способом, что ему надо было продемонстрировать своим приближенным, что вот этот жуткий испуг, который он продемонстрировал тогда, во время мятежа, сразу после мятежа, когда он принимал Пригожина в Кремле. Можешь себе представить? То же самое, как если бы Гитлер фон Шталфенберга после покушения принял в рейс-канцелярии, поблагодарил за верность и обсудил дальнейшее трудоустройство. Ну, безумие полное, да? Вот. Вот он должен был показать своим элитам, что все это было временно, что коленки больше не дрожат, что вот смотрите, я крутой, я убиваю своих врагов. Вы в фейсбуке, по-моему, написали после смерти Пригожина, что власть Путина укрепилась, но вместе с тем вариант развития событий, вероятность варианта Назарбаева уменьшается, а Павла Первого увеличивается. Вот нет ли здесь парадокса? Нет. Ну, конечно, нет. Ну, смотрите, значит, что значит власть Путина укрепилась? Да, те люди, которые там думали, что Акела уже совсем ку-ку, да, значит, убедились, что нет, Акела еще что-то такое может, да? И поэтому число людей, которые пусть там во сне там наедине с собой запершись и погасив свет мечтают о том, что хорошо бы, чтобы Путина заменили кем-нибудь еще, там, Пупкиным, Тютикиным, не знаю, кем, то вот, допустим, таких людей там, не знаю, условно 100 человек, да? Ну, я имею в виду самых высших, которые могут войти в Почевальню. Вот. И после убийства Пригожина, там, не знаю, 60 из них испугались, замахали сами себя руками, нет, нет, ни в коем случае, нельзя, даже думать об этом нельзя, там, ну и так далее, перепугались. Но 40-то не перепугались. Ну, так всегда бывает, когда власть давит, когда что-то происходит, да? Кто-то пугается, а кто-то, наоборот, радикализируется. Теперь осталось какое-то количество людей, там, из этой сотни, 40, 30, 20, неважно, да? Которые продолжают об этом думать. Теперь, вот, про этих людей. Раньше они могли думать, что давай попробуем его уговорить на вариант Назарбаева. Только поставим не такого крутого, как Такаев оказался, да? А давай поставим какого-нибудь там жалкого, ничтожного, который совсем такой, грустливый там, и который будет под контролем, чтобы Владимир Владимирович на это согласился. Так годится. Но теперь, после того, что случилось с Пригожиным, они понимают, что договориться нельзя. А раз договориться нельзя, значит, если ты идешь на такую историю, то надо сделать так, чтобы опасности не было. Знаете, есть такое выражение, только мертвые не стреляют в спину. Поэтому вариант Павла Первого выше. Если переворот случится, вариант Павла Первого выше. Теорию крепления власти его, я думаю, временное. Оно только до тех пор, пока он вновь не покажет себя в каком-то жалком положении и вновь не струсит. А это, в общем-то, скоро случится, а частично уже случаются. Переговоры с Ким Чен Ыном, конечно, ну, то, как он сидит, вот с этой, вот проксимика этих переговоров, ну, конечно, не придают ему, не добавляют ему уважения. Скажите, вы говорите, что вариант Павла Первого как раз возможен потому, что какая-то часть элиты людей вокруг Путина не испугались и не испугаются. С другой стороны, мы с вами обсуждали, почему они не уезжают и не бегают от Путина, и вы говорили, потому что масштаб личности не тот. Нет ли здесь противоречия? Почему эти люди, с одной стороны, боятся бежать, а с другой стороны, когда придет время, не испугаются взять в руки табакерку? Ну, вы знаете, это смотря чего они будут бояться больше. Вопрос-то в этом, да? Потом, понимаете, мне кажется, что большинство из них, большинство из этих людей, они, ну, ближайшего окружения, это люди, которые думают исключительно о себе. На страну им глубоко, искренне наплевать, она их не интересует вообще, просто вот совсем не интересует, да? А интересует собственное благополучие. Я не уверен, что их активы настолько ликвидны, что они могут их превратить во что-то. Я не уверен, ну, значимая часть этих активов, да? Я не уверен, то есть, ну, таким, как мы, тысячам бы этого хватило, да? А им нет, им надо больше. Кроме того, я не уверен, что им есть место на земле. И если они хотят сохранить, вот для многих из них, сохранение такого высокого статуса, сверхбогатства и возможности жить так, как им хочется, оно будет требовать избавления от Владимира Владимировича. Ну, этим способом они, кстати говоря, еще и прощения Запада заслужат. Возвращаясь к Владимиру Владимировичу и его психологическому состоянию, хотел задать вам вопрос, как вы считаете, нельзя диагнозы ставить на расстоянии, но тем не менее, насколько он здоров ментально, на ваш взгляд? Вы сказали, что он перестал контролировать себя в начале нашего разговора. Да, он стал более психологическим. Вот это оно? Это уже какой-то диагноз, расстройство? Понимаете, в чем дело? Вот, смотря, что определяется под болезнью. Ну, вот есть одно из определенных болезней, которое, по-моему, используется в теме организации здравоохранения. Болезнь – это то, что сокращает жизнь и мешает работать, ну, мешает выполнять те функции, которые выполняются. Все остальное не болезнь, а, так сказать, особенности человека. Ну, я не уверен, что сокращает ему жизнь. Он, в общем, еще простудится на наших похоронах, весьма вероятно. Мешает ли это ему работать? Не знаю. Смотря что он понимает под работу. Понимаете, вот если он понимает под работой сохранение власти, то пока он с этим справляется. Пока он, справляется. Я, вы знаете, мне очень не нравится, мне не хотелось бы давать такие, ну, ярлыки приклеивать. Потому что, когда мы приклеиваем ярлыки, нам кажется, что мы что-то понимаем, да, а на самом деле мы еще меньше понимаем, чем до того, как мы его приклеили, это самое ярлык. Что понятно? Понятно, что Владимир Владимирович уходит в мир иллюзий. Он уходит в мир иллюзий. У него неадекватное представление о том, что происходит в стране, о том, что думают люди, там, и так далее. Он перестал, уже очень давно перестал понимать людей и страну. Ну, я вам приду пример, совершенно, так сказать, невинный, из вегетарианских времен. Помните, он летал со стерхами, с птичками летал. Весь мир по этому поводу смеялся. Ну, это очень смешная была история. Но он-то летал, он думал, что наоборот, все будут, так сказать, довольны и восхищаться. Но вот он этого не понимал. Он амфору нашел, даже две амфоры нашел на глубине полтора метра. Тоже, значит, все смеялись, он этого не понимал. Он давно не слишком адекватен. Покойный Владимир Владимирович Войнович, он в книге Москва 1942 написал, что первое лицо государства будет управлять с орбиты, что он улетит на космическую орбиту, и оттуда из космоса будет управлять страной. Мне кажется, что его прогноз замечательный сбылся просто на 20 лет раньше. В этом смысле его встреча с Хим Чен Ином на космодроме могла бы внушиться какие-то надежды, что они оба улетят, оба улетят. И представляете, сколько людей вздохнуло бы с облегчением. Да, запустить этих лидеров на орбиту вдвоем, это классная идея. Вместе с бронепоездом. Вместе с бронепоездом. Туда, туда. И оттуда пускай управляют, команды дают. Да. Возвращаясь к смерти Пригожина, всего две недели прошло с похорон, кажется, но с другой стороны, как будто это событие уже из повестки немножечко ушло. Как вы считаете, почему? Ну, потому что другие события есть, не знаю, у людей память короткая, насколько же можно переживать про одно и то же. Тут есть куда более опасная вещь, мне кажется, неприятная, то, что мне кажется, что война, страшная война, агрессивная война, которую ведет наша страна, она тоже, в общем, отходит немножко, да, и в мире, и у нас. Становится рутинной. проект. Да? Да, да, увы, увы. Это неизбежно? Ну, почти. Полтора года. Полтора года. Почти. Это почти неизбежно, к сожалению. Почти неизбежно. Знаете, для страны нашей, вот это тоже такое достижение путинской пропаганды, война перестала быть временным состоянием, в котором мы находимся, а стала свойством нашей страны. Понимаете? Вот этот Орвал, великий был человек, Господи. Помните, Океания всегда воевала с Евразией. Всегда. Да? И вот наша страна всегда воевала. Она воевала при Александре Невске, она воевала при Петре Первом, она воевала и до сих пор воюет. Причем удивительно, что она сражается с теми же самыми врагами, что и всегда. Из чего, между прочим, может сделать один вывод? Она никогда не побеждала. Это неправда, конечно. Это, конечно, неправда. Она побеждала. Но вот это вранье, что она сражается с теми же врагами и также защищает Родину, как когда-то, ну вот оно означает, что а вот тогда, в мае 45-го, победы не было. Она была. А сейчас это не защита Родины, а агрессия. Скажите, еще одна новость хотел с вами обсудить. во дворе службы внешней разведки или рядом с фасадом, не во дворе, у штаба СВР в Москве открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Копию того самого, который снесли на Лубянской площади в 91-м году. Нужно ли ожидать возвращения Феликса на Лубянскую площадь? Конечно. Уже давно понятно, что он туда вернется. Ну, рано, поздно, но вернется обязательно. Дело в том, что, понимаете, мы же с вами Византия. У нас же все, так сказать, попросту не говорят. У нас же намеки делают, сигналы посылают. Вот что такое памятник Феликсу Эдмондовичу? Ну, это, конечно, выражение симпатии к нему со стороны сотрудников спецслужб. Вы знаете, вот сколько раз мне доводилось бывать в кабинетах разных там следователей объясняться по поводу своей антинародной деятельности. Почти всегда в этом кабинете был портрет Дзержинского. Либо как портрет, либо на календаре, либо там еще где-то. Ну, в общем, вот Железный Феликс присутствовал. Им это нравится, им это приятно. Кроме того, но это не все. Это не все. Есть еще одна очень важная вещь. Феликс Эдмондович, его памятник является сигналом управляющему классу Российской Федерации, как надо управлять и как мы будем управлять. Является сигналом, что с точки зрения властей единственный способ управления страной это прямое насилие. Вот это сигнал. И сигнал это мэру Тиму Тараканска, директору завода и так далее. Вот любому бизнесмену и прочее управлять страной надо вот так. Почему они не сразу поставили на Лубянку в прежнем размере? К сожалению, это одна из наших ошибок. Памятник, который стоял на Лубянке, не уничтожен, не разбит на части, а хранится. Значит, его очень легко поставить на место. Да, был бы уничтожен, не поставили бы копию. Но все равно жалко, что не уничтожено. Почему они не сразу поставили? Мне кажется, что кого-то из элит это может скорее демотивировать, скорее напугать, чем вызвать энтузиазм. Ну и, по-видимому, они решили, что ну ладно, пока мы это как бы четко совершенно читаются там правоохранительной системой, военными, дипломатами, в общем, такими структурами. А потом мы поставим, поставят, поставят. А почему это до сих пор не произошло? Вы знаете, вот я читал эту замечательную публикацию Владимира Карамурзы, который рассуждал по поводу упущенных возможностей как раз с начала 90-х годов, и он там упомянул, что уже в 99-м году, как только Путин стал премьером, первое, что он сделал, это восстановил там мемориальную табличку на здании Андропову, кажется, на здании Федеральной службы безопасности, как раз на Лубянке. Так и почему с памятником Дзержинскому так долго ждут? Чего ждут? Ну, извините, ну, занят был человек, Крым аннексировал, там, еще что-то сделал. Кроме того, он, ну, он же много таких шагов сделал, не все же сразу, шаг за шагом, шаг за шагом, да, вот, кроме того, он, он, он некоторое время пытался играть на всех полях сразу, понимаете, и репрессии осуждать, и признавать величие Ясу Вячеславовича, Сталина, там, ну, и так далее. То есть, вот, вот, и нашим, и вашим. Вот он пытался это, он пытался это делать. В начале своего правления он вообще еще искал Путина, он не сразу выбрал. Он, помните, он был первым, звонился Джорджу Бушу-младшему после терактов 11 сентября, и не просто звонился и сказал, там, Джордж, мы с тобой, да, он помог очень сильно американцам, он дал разведданные по Афгану, он согласился на базу Соединенных Штатов в Киргизии, без его согласия не было бы ее там, ну, и так далее. То есть, он действительно, он действительно искал путь, да, этот путь, конечно, не был бы путем либеральным, это ему не соответствует, но вполне возможно, что это был бы путь Петра, Петра Первого, который брал европейские хитрости, европейские технологии и все прочее, да, который брал очень многие внешние признаки европейской цивилизации, отвергая самую главную базу европейской цивилизации, это такую самостоятельность человека. Вот это Петр отвергал, и это, конечно, с самого начала отвергал Владимир Владимирович, но все-таки в начале он искал варианты, и эти варианты не обязательно предполагали Феликса на Лубянке. Ну, сейчас уже давно понятно, что Сталин А что пошло не так, как вы думаете, вот с этим вариантом Петра? С вариантом Петра пошло не так, на самом деле, то же самое, что у Петра. У Петра тоже получил значительно меньше, рассказывают, в школьных учебниках, значительно меньше. Есть великолепные совершенно книги по Петру, ну, я в частности очень рекомендую то, что писал Яков Аркадьевич Гордин, питерский историк и писатель. На самом деле, там все не так вообще хорошо получалось. Дело в том, что несвободные люди в общем прорывы делают с большим трудом, чем свободные. Тоже бывает концентрация усилий, можно многого достичь. Значит, вот у него и в стране мало что получалось у Путина, я имею в виду. Именно потому, что он не давал свободы, он мешал. Он мешал, и тот взлет, который ожидался, который и был, который ожидался, он был в основном инерционным, потому что Борис Николаевич успел построить, ну, при нем успели построить некоторые институты, ну, и, конечно, Путину повезло с ценами на нефть очень сильно. Но многое не получалось с самого начала, именно потому, что он пытался давить людей, выстраивал, чтобы они ходили с троем и так далее. Кроме того, у него не получилось на международной арене. Он хотел быть членом клуба, и они его, ну, клуба великих держав, там, великих лидеров и так далее, надо сказать, что Запад, в общем-то, принял его в этот клуб. Он был в восьмерке, стоящий без галстуков и прочие радости. Но потом оказалось, что он хочет быть не просто членом этого клуба, он хочет быть старшим членом этого клуба. Он хочет входить в правление этого клуба, так сказать, и быть одним из самых-самых главных. Не на равных, а одним из самых главных. То есть для него в его, видимо, картине мира Ялта. Ялта, Ялтинская конференция, это и есть некий идеал, когда большие парни собираются и решают, делят мир между собой. Времена изменились, и он обиделся, расстроился. Кстати, это не значит, что Запад все делал правильно. Ошибок со стороны Запада тоже было много, но я бы сказал, что там 80% дисперсии все-таки на нас, на Российской Федерации, ну, того, что ни черта не получилось. Он обиделся, он стал все хуже относиться к Америке. Он подумал, что его, мне кажется, он решил, что его миссия это, наоборот, противостояние Америке. Он будет лидером этого противостояния на планете. Люди, так сказать, пойдут за ним. Он выяснил, что люди за ним не идут. Ну, там, не знаю, какие-нибудь совсем маленькие страны, которые можно просто подкупить, они готовы были в Фарват или идти, а серьезные страны, Китай, Иран, Турция, я имею в виду, среди тех, кто настроен как-то антиамериканск, кто противостоит Америке. Они, разумеется, в нем никакого лидера не видели. В общем, это была утопическая такая идея, что он станет лидером, или Россия станет лидером. Нет, конечно. сейчас он его благополучно сделал в колонии Китая, по-моему. И тогда он сказал, ну, хорошо, я вам докажу, какой я. И начал агрессию, начал агрессию, да. Но сейчас он вовсе уже, так сказать, обиделся на весь мир и грозит ядерным оружием. печально с Ким Чен Эном дружат по-прежнему. Хоть кто-то остался в друзьях. Знаете, что я вам скажу? Вот я, вот удивительным образом, понимаете, там, ну, есть странные лидеры на земле, да, Лукашенко, например. Вот. Но когда Лукашенко выступает, что-то говорит, то мне не стыдно. Беларусь не моя страна. Я сочувствую очень белорусам, у меня там друзья там и так далее, да. Но это не моя страна. Мне не стыдно за Лукашенко. А вот за Брежнева мне было стыдно. Знаете, за Брежнева было стыдно. И за Путина мне стыдно. За Ким Чен Эном мне не стыдно, это опять же не моя страна. Я просто понимаю, что он негодяй, преступник и так далее. А за Путина плюс ко всему еще и стыдно. Потому что ну как же так? Вот. Этот человек, вот эти действия, они идут от имени нашей страны. Это ужасно неприятное ощущение. Мы с вами начали обсуждать 91-й год, снос памятника Держинскому. Сейчас вот эта тема обсуждения 90-х годов, упущенных возможностей, ошибок того времени, это одна из главных тем для дискуссий в российской оппозиции. Почему так? Почему именно сейчас? Значит, вы знаете, я думаю вот что, я думаю, несмотря на то, что, ну как так, есть две тенденции. Одна пессимистическая, что эта война продолжается, Путин, она вечно там и так далее. есть такая, есть такой тренд интеллектуальный. Одновременно даже в голове каждого из нас есть прямо противоположное ощущение, но это же такой маразм, это же такой ужас, это не может быть вечным. Это закончится, это когда-нибудь закончится, Гитлер закончится, Сталин закончился и этот закончится, да. И вот это тоже нарастающее, вот эти две волны, они поднимаются одновременно, в том числе в голове одного человека, ну, многих из нас в одной голове. Но если это закончится, возникает мысль о том, а как мы можем восстановить всё, и как мы можем не повторить этой катастрофы. И вы знаете, возобладают, к сожалению, самые простые объяснения. вот давно было сказано, не помню, кем, слышал от Гайдара, каждая проблема имеет простое, понятное народу, неверное решение. Объяснять все несчастья 90-ми годами это простое, понятное народу, неверное решение. я думаю, что кто-то из тех, кто эксплуатирует эту тему, делает это из манипуляторных соображений, понимая, что люди всегда лучше воспринимают, легче воспринимают обвинения, чем похвалу, легче идут за тем, кто обличает, тем, кто пытается понять. К сожалению, это очевидно совершенно так. Меня это совершенно не радует, очень это печальная история, потому что, вы знаете что, если вот эти объяснения того, что Путин это следствие 90-х, понимаете, после не значит следствие. Путин это следствие 90-х, 80-х, 70-ти лет советской власти, Николая II, Николая I и всего, 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 что было, как все, что происходит в нашей жизни, это следствие всего, что с нами было, а не того, что было вчера. Понимаете, помните, была такая русская сказка, байка, я не знаю, как правильно назвать, когда голодный мужик это съел, остался голодным, это съел, тоже остался голодным, он съел бублик и насытился. И он себе говорит, надо было сразу бублик съесть. Вот этот бублик и было, так сказать, решение. Вот это примерно то же самое. Я боюсь, что если возобладает в оппозиционной среде, а может возобладать, к сожалению, возобладает вот это представление о том, что во всем виноваты ошибки конкретных людей или преступления конкретных людей в 90-е годы, и этих людей надо заклеймить, поставить позорному столбу и так далее, а может даже и судить, кто еще жив остался. Я уверен, что Путин вернется. Путин вернется. Катастрофа повторится. Скажите, вы говорили, что считаете ошибкой то, что произошло в 91-м году, то, что памятник Дзержинскому не разрушили тогда, не уничтожили. Так все-таки ошибки были. О! Килограммы, тонны, конечно, ну конечно, это надо анализировать, понимаете, надо анализировать ошибки, надо анализировать достижения, надо понимать, что получилось, а что не получилось. Понимаете, ну конечно, вы чего, поскольку я имел отношение к тому, что происходило в начале 90-х, по крайней мере, да, да и в конце в общем тоже, то я про эти ошибки могу говорить часами, уверяю вас. Потому что, конечно, ошибок было очень много, и ошибки команды Егора Семеновича Гайдара, которой я имел честь принадлежать, и ошибки Бориса Николаевича Ельцина, личные его, там, кадровые, некадровые, там, все такое, дикое количество было ошибок, ну конечно, господи, но были достижения, были достижения, были фантастические достижения, и понимаете, в чем дело, вот, ну, в конце 90-х страна вышла, с моей точки зрения, да, страна вышла на некий магистральный путь развития, и она могла развиваться, она могла развиваться и преодолеть те ошибки, которые были тогда, сделаны, естественно, да, и идти вперед, идти вперед, понимаете, вот, а дальше, вот, так случилось в силу сочетания субъективных и объективных причин, что она вместо того, чтобы идти вперед, развернулась и пошла в тупик, ну, вот, увы, к сожалению, так случилось. Вы упомянули, что вам сейчас стыдно за Путина, было стыдно за Брежнева, за Ельцина было стыдно в 90-е годы? Да, когда он не вышел из самолета, да. В Ирландии, да, кажется? Да, да, это было, это было вообще какой-то, просто жуткостый, ну, как же так? Причем, понимаете, в чем дело? Ельцин же был мой президент, я же голосовал за него, я же за него голосовал, да, вот, я был у Белого дома в августе 91-го, стоял у Белого дома, вот, он был мой президент, и вот, что мой президент так себя ведет, вот, это было ужасно, это было ужасно, я помню, вот этот эпизод, да, потом, конечно, мне было очень, ну, я был резко против Чеченской войны, и демократический выбор России, партия Егора Гайдара, была первой партией, которая в первый же день собрала митинг на Пушкинской площади с протестом против этой войны, в первый же день, это было сразу после того, как Павел Грачев отказался от танкистов, которых взяли в плен в Грозном, помните, был его рейд танкистов, а Грачев сказал, я не знаю, люди, они не мои люди, там, и так далее, в общем, в традициях советских офицеров себя вел, абсолютно, вот мы в тот самый вечер собрали митинг против войны, и, конечно, вот это было ужасно, очень многие кадровые решения Бориса Николаевича у меня вызывали, мягко говоря, неодобрение, но при этом, я думаю, что вот если брать баланс, ну вот просто, уже нету его в этом мире, Бориса Николаевича, вот если брать баланс, я думаю, баланс в плюс, Борис Николаевич был человеком идеи, он хотел сокрушить коммунизм, вот он понял в какой-то момент, что коммунизм – это ужасно, и он с ним боролся до последних дней, Борис Николаевич верил в свободу, верил в свободу, верил в свободу каждого человека, он верил в свободу в свободу слова, он верил в свободу многих, ну, сообществ человеческих, да, вот, он был живой человек, был живой человек, и, знаете, вот часто многие вспоминают эпизод, как он дирижировал оркестром в Германии, что вот тоже, вот так стыдно, так ужасно. Вы знаете, вот здесь я не согласен. Мне не было стыдно, когда он держал оркестр. Потому что я понимал, что ну что, он провел очень успешные переговоры. Все здорово на самом деле. Они там выпили с Колем. И вот маленько так поддатый мужик. Ну вот он веселый просто. У него настроение классное на самом деле. Он никого не обидел этим, понимаете? И не унизил, мне кажется, страну. Когда не вышел из самолета, это кошмар. Вот это кошмар. Это позор. А оркестры нет. То есть там было такое живое проявление, какие-то свойственные живому человеку, нормальные эмоции. Ну, слушайте, ну что, без греха с вами. Хотел с вами в завершение обсудить тему, одна из главных новостей. То, что сейчас происходит в ЕС. Вот эти вот обсуждаются запреты на въезд автомобилей, из-за России в Евросоюз. Как вы к этому относитесь? Насколько это сейчас уместно и правильно? Ну, мне кажется, это глубоко ошибочное решение. Вот я при всем желании не вижу, какое оно даст пользу. Я вижу, у нас вреда, которое это решение приносит. Мне кажется, решение, я считаю, решение ошибочным. Поэтому я вместе с коллегами по антивоенному комитету, ну, я имею честь в него входить. И антивоенный комитет уже обратился и к Европейским комиссиям, и к правительствам стран Евросоюза с, разумеется, вежливым очень письмом. Ну, мы же не граждане Евросоюза, мы не имеем права от них чего-то требоваться. Мы не имеем на это права. Это их страны, они что хотят, то это делают. Но, тем не менее, мы, как бы, вот, свое мнение высказываем. Мнение мы высказывать имеем право. Значит, я считаю, что это ошибка. Я не вижу, как это может привести к прекращению войны. Я зато вижу нарушение европейских принципов, потому что надо карать преступников, а не людей, принадлежащих какой-то ненравящейся группе. Понимаете? Нельзя вкарать людей за цвет кожи, или дискриминировать людей за цвет кожи, за религию, за цвет волос, за гражданство какой-то страны и так далее. Людей можно и нужно карать и дискриминировать за совершенные ими преступления. Я прекрасно понимаю, что ли тех людей, которые въезжают сейчас в Евросоюз, в том числе на своих машинах, хотели въехать уже, уже нельзя, да? Среди тех людей, которые это делали, наверняка есть и очень плохие люди. Есть люди, которые содействовали этой войне, не просто поддерживали ее, а содействовали там лично как-то по мере своих сил. Наверняка среди них есть агенты Владимира Путина. Наверняка есть, да? Я понимаю, что правоохранительная система европейских стран не может всех их просеять через сито, проанализировать и так далее. Президент Чехии Павел говорил, что должны заниматься спецслужбы. Ну да, только всеми не займешься. По-моему, это некоторая утопия. Но, знаете, лучше, чтобы остался ненаказанным виновный, чем чтобы пострадал невиновный. В данном случае страдают невиновные. Ну вот, я очень обеспокоен. Ждем, что ответят на ваше письмо чиновники Евросоюза. Леонид Яковлевич, спасибо вам за ваше время, за ваш комментарий. Ждем вас снова. Всегда с удовольствием. Большое спасибо. Это был Леонид Гозман. В программе «Правила игры» на канале Ходорковский Live. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тем самым вы поможете нашей работе. Меня зовут Кирилл Седов. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!